Всем привет! С вами канал Russian with Dasha, и сегодня у меня в гостях Юля с канала Russian Connection. Юля приехала в Санкт-Петербург, мы уже с ней общались весной, по-моему. Если вы не смотрели наше видео, оно появится по ссылке, и можете посмотреть. Сегодня мы хотели бы поделиться нашими впечатлениями от просмотра сериала Игра в кальмара. И вообще, чтобы показать, как можно на русском языке делиться впечатлениями, и, может быть, вы узнаете несколько полезных фраз. Если вы не смотрели этот сериал, то впереди будут спойлеры. Мы будем обсуждать финальную серию, поэтому, если не хотите испортить себе впечатление или настроение, вернитесь к этому видео после просмотра сериала. Во-первых, Юля, скажи, пожалуйста, за сколько дней ты посмотрела сериал Игра в кальмара? Ты знаешь, Даша, я страдаю. Я страдаю от бинч-вотчинга, и я посмотрела сериал за три дня. Это было в сентябре, когда, по-моему, он только вышел. Я не уверена, когда он вышел, но я не знала, что он станет таким популярным. Мне было просто интересно, потому что корейский сериал, мне было интересно. Я думаю, что я не смотрела корейских сериалов до этого, и меня затянуло с первой серии. За три дня я закончила. Слушай, ну три дня — это ещё хорошее число, потому что мы с мужем посмотрели за один вечер. За один вечер? Да. И на самом деле я вообще не хотела смотреть этот сериал, потому что я не люблю агрессию, не люблю деструктивные какие-то вещи и жестокость. Поэтому я сказала, нет, я смотреть этот сериал не буду. Я занималась своими делами. Муж смотрел первую серию. Там, где кукла поворачивается и расстреливает половину участников. Классная серия. Мне понравилась эта кукла. Да? Ну, не потому что она расстреливает, это было ужасно, но эстетика этой куклы, вообще эстетика, музыка, вот этот взгляд. Ну, это очень странно всё, абсурдно, можно сказать. Ну, поэтому это и интересно. Да, точно. И вот я просто зашла в комнату, говорю, что делаешь? Он говорит, вот смотрю вторую серию Игры в кальмары. Я подсела, и в итоге мы посмотрели все серии. Но я немного разочаровалась концовкой, но про концовку мы потом поговорим. Юля, ты сказала, что тебе понравилась первая серия. Я её не смотрела, но куклу я видела благодаря тиктокам и разным публикациям в Инстаграм. Сейчас очень много пародий на этот момент. Что в сериале тебе понравилось больше всего? Я узнала несколько корейских слов. Меня зацепило, можно сказать, меня заинтересовала сюжетная линия. Она довольно оригинальна. Раньше подобных сюжетных линий я не видела. Наверное, это оригинальность. Оригинальность задумки, оригинальность сюжета. Хорошо. Я могу сказать, что мне понравилась эстетика. Классные костюмы. Очень классно выбраны образы героев и антигероев. Я очень люблю, когда каждый герой прописан очень хорошо, прописан в сценарном плане. Органично. Да, и мне кажется, мы увидели очень разных персонажей, и, возможно, поэтому сериал так популярен, что некоторые могли узнать себя или своих знакомых, или какие-то популярные образы. Вот, допустим, герой, который вышел победителем из игры, это, мне кажется, популярный образ такого взрослого ребёнка. Очень инфантильного человека, который боится ответственности и прожигает свою жизнь. Все образы, которые мы встречаем в фильмах и в литературе, они не взяты с потолка. Их не просто выдумали, они существуют в реальности. Кто тебе понравился больше всего из героев? Я думаю, моя любимая героиня. Мне больше всего понравилась девушка, которая... Так, это сейчас будет спойлер. Да, я уже предупредила. Девушка, которая отдала свою жизнь в одной из финальных игр, не помню, насколько далеко это было от финала, другой девушке из Северной Кореи, я не помню. Там, где игра в шарики? Где играли в шарики, да. И она предложила не играть в шарики, а просто посидеть и поговорить, потому что это была последняя возможность жить, последний вообще шанс. По-человечески пообщаться. Да, по-человечески пообщаться, насколько видно, это было в сериале, там человеческого общения не было. Было выживание в животных условиях. И здесь, так как не было давления, они полагались на судьбу, полагались на удачу, просто на статистику, не знаю, и могли просто поговорить и не думать о том, как выжить. Вот эта девушка, она понравилась мне больше всего своими качествами, наверное, не знаю, её поступком. Мне кажется, это очень неординарная героиня. Момент, когда эти две героини разговаривали, это был, мне кажется, единственный, ну или один из всего лишь нескольких моментов близости между героями, когда мы действительно узнаём, что стоит за этими персонажами. Это был человечный поступок. Что ты думаешь о старике? Я хочу увидеть продолжение сериала. Мне интересно, как будет развиваться дальше сюжет. Но я сначала, честно говоря, не очень поняла, почему его допустили к игре. С самого начала было очень странно, зачем допустили к игре человека такого преклонного возраста, у которого уже обнаружены болезни, да, у которого опухоль мозга или что-то. В общем, он не мог ясно думать. Было странно, зачем вообще его включили в игру. Но я пыталась это объяснить тем, что, наверное, у всех права были одинаковые. И когда этот старичок умер, ну, то есть он не умер на самом деле, но он как будто бы умер в игре. Когда его устранили в игре. Да, когда он разрешил главному герою выиграть в эти же шарики. Они играли в шарики. И в этом эпизоде показывали, что у него пропадала память. И такой психологический момент, да, для главного героя, это был внутренний конфликт, как он боролся между желанием выжить, пониманием, что всё-таки этому старичку осталось недолго жить, потому что он болен, и внутренним нежеланием обманывать. Да, своей совестью. Своей совестью, да. То есть борьба с рациональностью какой-то, с логическим решением и совестью. Это был очень интересный момент. И классно старик его подколол, да, когда он сказал, зачем ты меня обманываешь? Да, просто это был такой урок, жизненный урок. Это был урок, и старик, получается, да, по сюжету тоже пожертвовал своей жизнью. Он надал ему эти шарики и решил, что главный герой должен продолжать жить. Это было настолько трогательно, и когда его убили, я очень сильно расплакалась и не могла успокоиться. Поэтому я перестала... В этот день я выключила этот сериал, не хотела его смотреть какое-то время до следующего дня. Меня это очень сильно растрогало, да. Я так понимаю, что Юля очень трогает жертвенность, да, когда девушка пожертвовала своей жизнью, старик пожертвовал своей жизнью. И мне кажется, очень много может сказать такой психологический сериал и о нас. Да, вот что является триггером для нас в этом сериале, то и, наверное, в жизни показывает нас, показывает наши качества. На что ты обращаешь внимание? Да. Я, кстати, подумала, что старик не умер. Знаешь, почему? Почему? Я очень внимательно смотрю сериалы и обращаю внимание на детали. И когда в него выстрелили, звука падения тела не было. И как раз герой уходил, и вроде как в старика выстрелили, но мы не видели, что было дальше. И мы не слышали, как он упал. Поэтому я подумала, здесь что-то нечисто. Ничего себе. Да. Какое испытание произвело больше впечатления. Они все были ужасные. Да, точно. Мне понравилось, как старик научил всех перетягивать канат. Мне кажется, все после этого научились командной работе и поняли, что нужно делать, что сила — это не самая главная, главная тактика, стратегия. А как я задумалась после этого, когда старик участвовал в этом командном конкурсе перетягивания каната? Он же полностью зависел от команды. То есть если в других конкурсах его жизнь могли спасти, например, когда его должны были убить, но не убили, потому что он не был обычным участником, то в этом конкурсе он был обычным участником. Если бы команда не справилась, он бы точно так же погиб. Да, то есть он ставил на кон жизнь. Да, я думаю, ему просто было нечего терять. Он изначально пошёл в эту игру, потому что ему было скучно жить, и, может быть, тем самым он хотел показать себе, что можно взбодриться и что каждый день нужно проживать как последний. Не знаю, что было в его голове и в его мыслях, но, наверное, да, он какой-то немного сумасшедший. Давай теперь поговорим про финал, про финальную серию. Как ты отнеслась к финалу сериала? Что ты думаешь об этом? Понравилось, не понравилось? Как закончился сериал? Я думаю, что финал был неожиданным. Я не ожидала. Может быть, я невнимательно смотрела сериал, но я никаких ключей, подсказок к такому финалу не видела. Поэтому он был неожиданный, увидеть этого старика, но не шокирующий. Мне интересно увидеть продолжение. То есть, в принципе, понравилось, как закончилось? Я думаю, да, меня удивило. Это значит, мне понравилось. Я не могу сказать, что мне понравился финал. Если честно, я бы была рада, если бы сериал закончился на том, что вот главный герой выиграл, и, может быть, какая-то короткая концовка, что было дальше. Но мне вообще не понравилось то, что они сделали из героя. В течение сериала мы видели его внутренний рост, его развитие. Он понимал, что важно человеческое отношение между людьми, важно брать на себя ответственность, важно быть в команде, быть добрее. Когда он вернулся домой, он понял, что мать умерла, и он понял, что он тратил время на какие-то глупости. Но после этого мы видим, что проходит год, а герой как был человеком, который не хочет ничего в своей жизни менять, и не хочет брать свою жизнь в руки, так и остался. Возможно, он был в депрессии, возможно, у него внутри было сильное чувство вины, но всё равно он мог с этими средствами, с этими деньгами сделать какие-то поступки на пути к лучшей жизни. Помочь брату-героине, которая умерла, стать лучшим человеком. Ну, я не знаю, получается, что, скорее всего, он целый год просто провёл, сидя, выпивая алкоголь. Ну, меня это не зацепило, потому что вроде бы мы ждали духовный рост, а тут потом опять падение. И ещё момент, когда он идёт к самолёту, и потом звонит, и понимает, что игра продолжается. Ты веришь в то, что он решил отомстить? Я думаю, что да. Я не знаю, зачем ещё он бы вернулся. Я, честно говоря, не очень помню финал. Это было в сентябре, и с того времени очень много прошло. Но я вспоминаю, что когда он пришёл в банк, потому что его вызвали, да, ему позвонили... У него даже не было денег на такси. Да, ему сказали, почему он не пользовался банковским счётом, и он попросил денег именно в ту сумму, которую он всегда просил на автобус. И он меня заинтересовал, этот момент, потому что можно было увидеть, или я увидела в нём вот эту травму, как сломали человека, и эти деньги он даже не считал за свои. Настолько они ему, может быть, были противны, не хочу домысливать сейчас, но, как я поняла это, что он даже не... Не то чтобы он не хотел пользоваться грязными деньгами, но мне показалось, что он просто хотел забыть всё, что случилось. А единственный способ забыть — это вообще не иметь никаких контактов вот с этим прошлым. То есть как будто это был сон, и ничего не было, и, возможно, в тот момент для него это был единственный выход из такой травмы. Да, возможно, да, возможно, он действительно всё хотел забыть, но при этом он просто смирился и просто потерялся, и... Ну, это то же самое, что смерть, мне кажется. Он не жил. Он всю свою жизнь не жил. Ну, это привычка. Да, и после. И вот я не верю в то, что он будет мстить каким-то образом. Мне кажется, что, возможно, сначала у него была идея, что так нельзя с людьми, да, надо быть лучше, нельзя убивать людей. Но потом он вернётся в игру, и он примет условия этой игры. Возможно. И он будет так же, как игроман, да, он ставил деньги, проигрывал на спортивные соревнования. Точно так же он опять пойдёт поставить свою жизнь, просто потому что другой жизни он не знает. Мне кажется, что ему удобнее принимать условия игры других людей, чем брать всё в свои руки и заниматься своей жизнью. Это привычка, да? Да. Может быть. Или он станет координатором игры. В первом сезоне был один момент, который не до конца был раскрыт. Это полицейский и брат. Да, я тоже хотела об этом сказать. Да, он шёл параллельно, потом он затерялся в финале, никак про него было не сказано. Скорее всего, во втором сезоне о нём должны поговорить. Я тоже не очень поняла сюжетную линию брата и полицейского. Я, во-первых, в неё не очень поверила, что брат всё это время был злодеем. Ну, как-то не дожали, мне показалось. Да, не дожали, и я предположила, что это должны раскрыть во втором сезоне, может быть, потому что иначе непонятно зачем вообще это было. Может быть, парень, полицейский которого должны были убить, может быть, он выжил на самом деле, и может, во втором сезоне он вернётся. И мне показалось, что он как-то глупо себя вёл, он себя очень много раз компрометировал, и он мог уже давным-давно взять акваланг, поплыть, рассказать, вернуться с группой полицейских. Я всё время думала, да почему же он ничего не делает? Да, и, конечно, жалко этого героя было, но... Без него не было бы сюжета. Да. Что ты думаешь о таком жанре сериалов? Учат ли они нас чему-то, или это просто для того, чтобы мы провели время и что-то обсудили потом? Как всё в жизни, так и все сериалы, они могут кому-то что-то рассказать, кого-то чему-то научить, а кто-нибудь просто проведёт время. Это всё индивидуально. В зависимости от того, что вы ищете, скорее всего. Но самое главное, что сериал взорвал рейтинги. Ещё многие задавались вопросом, почему именно этот сериал стал таким популярным. И мне кажется, я знаю ответ, игра — это что-то весёлое, детское, безопасное. Мы играем в игры, чтобы весело провести время, познакомиться с новыми людьми. Но здесь элемент смерти и убийства — это то, что меняет все условия. И то, что пугает нас, и, может быть, пугает нас как детей. Когда мы вспоминаем наше детство и думаем, ничего себе, так тоже может быть. Ну, то есть это что-то весёлое в перемешку с чем-то агрессивным и жестоким. И именно поэтому, мне кажется, всем было так интересно, чем же закончится, кто же будет победителем, и что дальше, какая следующая игра. Возможно. Возможно. Человечество притягивает такие сцены. Даже когда происходит авария на дорогах, люди останавливаются посмотреть, потому что это притягивает, наверное, любопытство какое-то. Я не знаю, чем это вызвано, но что-то за этим стоит. Действительно, любопытство, человеческое любопытство. И, может быть, ещё желание угадать, прав ли я, так ли, как я думаю или нет. Возможно. Возможно. Хорошо, ребята, напишите, пожалуйста, что вы думаете о сериале. Во-первых, как вы считаете, чем именно заинтересовал людей этот сериал, чем он вас заинтересовал, и что вы думаете по поводу финала? Как вы относитесь к тому, что нам показали в последней серии? Ждёте ли вы продолжения? Юля, спасибо большое. Спасибо тебе. И, да, я уже немного замёрзла, мы сейчас пойдём выпьем чай. Подписывайтесь на канал Юли, у неё есть подкаст, в котором мы уже сделали один совместный выпуск. И также в моём подкасте есть выпуск с Юлей. Наверное, в будущем мы порекомендуем какие-нибудь российские сериалы. Хотелось бы порекомендовать что-нибудь. Поэтому подписывайтесь и оставайтесь на связи. Всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!